Большая часть родов, которые принимают врачи перинатального центра, сложные. Будущим мамам и малышам требуется особый уход. Одного опыта персонала для этого недостаточно. Нужна специальная техника. Приборы помогают выхаживать детей с экстремально низкой массой тела. Были случаи, когда свет появлялись в мыши весом чуть больше 600 грамм, и их жизнь удавалась спасти. Ольга родила 6 дней назад, сейчас готовится ехать домой. Для нее эти роды первые. Есть какие-то ноу-хау, я так считаю, перинатального центра. В частности, фитбол у нас был. Анестезия само по себе. Качественно сделано. Врач с легкой рукой, так скажем. В принципе, все пошло хорошо. Всем довольны. Процесс появления ребенка на свет проходит в индивидуальном родовом зале. Здесь удобные кровати, которые можно регулировать. Они предназначены также для так называемых вертикальных родов. В индивидуальном родовом зале есть вся необходимая аппаратура, помогающая следить за состоянием мамы и ребенка. Предназначен он и для партнерских родов. Процедура популярная во всем мире, когда при появлении ребенка на свет в палате присутствует отец или другой родственник. У нас нет деления на предродовый зал. То есть, это все происходит в одном помещении. Также в этом помещении у нас, соответственно, душ, туалет, рак. То есть, женщина-то не входит в нас никуда. Все это индивидуально, только для нее. И, соответственно, набор различной аппаратуры, которая обеспечивает контроль за состоянием здоровья как будущего, так и ребенка. Это чисто индивидуально для этой пары. В каждом индивидуальном родовом зале есть фитбол, мяч, который используют, когда идут схватки. Он помогает расслабить мышцы. В зависимости от назначения врача могут использовать обезболивающие эпидуральные анестезии или закись азота. Малыша, появившегося на свет в этом же родовом зале, взвешивает и пеленает. Если роды прошли успешно и нет необходимости в дальнейшей медпомощи, мама с ребенком отправляется в палату, где уже ждет выписки. Дина Ислеева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».